приветствую всех на канале лана арт наш утр начинается бонтик бонет приперлась к нам домой они вообще сейчас братом практически целый день проводит на улице но дома приходит он поесть вот пообщаться да да такая хорошая девочка пришла хорошие тощие все бегают все зимой толстые такие были а сейчас все схуднули игрушка но она такая более общительная брат у нее сейчас вообще стал такой приходит только и к сыну наверх сразу хоп поел их сразу спать все больше ему ничего не надо а раньше такой придет еще пообщаться ну сейчас она поезд поиграть сейчас мы проснется она убежит не любит она маленьких детей я пока завтрак готовлю на завтрак сегодня делал яичницу с кабачками понятия не имею будет есть вновь или нет наверняка не будет он у нас вообще его чтобы накормить это нужно танец с бубнами наверное сплясать жуть какой-то не знаю с нами детьми такого не было вообще в кого он такой не знаю в общем все очень просто кабачки мелко режу солю туда еще добавляю потом сосисочек и заливаю все яйцом вот и все а иногда делаю такое яйцо с молоком когда как ну говоря вот собственно все все блюда но я его очень люблю меня все очень любит кроме внука вот ну может быть и не будет есть это боня ты будешь эти тоже вообще ни черта ничего не едят сын их приучил к этим пакетиком ну вот мы можем завтракать только так с мультиками до 8 ну вот такое блюдо на завтрак надеюсь внукова будет есть максим ты больше яичницу есть нет а что ты будешь кушать максим будешь мультики смотреть и все кушать то надо утром зомби что там кто-то кто самолет летит вон там вон там трансформируйся да сейчас стоп слов повторяет ему май вот был два года и теперь все 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 повторяет за нами слава богу быстрее научиться говорить нормально да максимум завтрак да сейчас он с масла съест только бутерброда с маслом съест только с маслом сгрызет хлеб положит хитрый да максим хлебушком есть максим кусай кусай хлебушек вот молодец а вот это мы будем трудно в него впихивать потом подсеки ляля ну трудно накормить его с утра как всегда ну это временное явление еще он ты куда побежал на чужой огород то а боня давай иди домой быстро или ты с нами или ты с нами уток кормить дочка уехала в москву и теперь мы тут с внуком два дня будем надеюсь я выдержу этого не поседу меня убежала все убежала киса идем сейчас уточек кормить у нас на пруду утка с утятами мы вчера ходили с ним но без хлебушка надо хлебушку сегодня взяли там нашла сушки старый бони с нами идет видимо ну пойдем за утками бонь прогуляемся максим ты не пугает она убежит от нас пошли уток кормить уточек пойдем кормить вон туда кря-кря вон они там кря-кря зовут нас бани дзы пошли все идем все вместе у нас вечером вчера такая гроза была вообще вот на ночь уже там часов 11 наверное думал тут все зальет а сегодня нет нормальненько так лучше небольшие есть он надо этого сейчас за руку взять давай ручку бабушки еще только дома будет еще хватит киса за нами идет нет не идет киса за нами не идет она сейчас дойдет вечно там в тенечке прилегла пойдем идет конечно идет боня идешь с нами но она лишь кустами идет по кустам бежит ой господи сколько энергии в этих детях с ума можно сойти к вечеру с ними варишься с ног а им хоть бы что да выходи отсюда скажи выходи выходи и все повторяет так смешно сейчас у него ты словарный запас повторяется пополняется скажи выходи баня там собачки поэтому она боится видишь не хочет выходить а мы пойдем с тобой пойдем там кто там лает у нас сейчас выйдет боня на за нами сейчас пойдет пошли пошли максим она выйдет выйдет сама выйдет пошли ты сам-то далеко отправился сейчас дверка закроется и все давай пойдем посмотрим кто там собачки кто-то там light так кто это ругается так а где где же вот она ой какой ой какая сторожевая собака мы боимся охраняет охраняет лишь охраняет территорию никого не пускает собачка пошли максим не будем ее злить пойдем лишь она злится на нас пойдем не зли собачку максим не надо ее злить так джельсамина сейчас охрипнет собачка не горлышко будет болеть пойдем не надо ее так пойдем там дик у нас большой где большой дик у нас вон там наверно пошли 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 ты идешь пойдем а то собачка хрипнет болеть будет миша на весь ругается на нас нет не хочет пока да пока ради да скажи он отдыхает вон спит в тенечке лежит а мы пойдем к уткам с тобой у нас тут между участками такая мнимая территория раздельная все раньше было все открыто но сейчас вот закрывают калитку эту мама не стучи то что раньше все было вместе теперь все раздельно вместе было раньше да а пруд у нас от 1 там в конце вот растение клематис смотрите вылез раньше конечно здесь все вот было идешь любуешься красотой но часто по порядкам все порядок приводили а сейчас вот все заборами заставили вот такими поэтому дорога такая не интересная скажем стало абсолютно не на что посмотреть практически вообще уже наш прудик вещи затянут рясы но уткам раздолье они как раз эту рясу всю и уминают вот пришли покормить уточка уточек куку улетели видать или где-то спрятались ты уточек зовешь уточки идите мы вас покормим скажи да мы вам баранки принесли уточки о ветер поднялся не идут что тут и к нам максим не идут спят наверно где-то да он там спят все до утки красивый участок дом красивый елка красиво подстрижена прям шариком вот и не скажешь что елка очень красиво а вот там смотрите сейчас я вам приближает не настоящая кошка я тоже сначала была в шоке думает настоящая кошка нет это вот такая вот имитация вот прикольная на тоже день все такую прикупить супер вообще это тоже удрал от меня естественно красивый участок очень здесь все так аккуратно сделано и заборчик что-то в этом году они здесь вот вниз не посадили ничего видимо некогда обычно там них что-нибудь растет такой вьющиеся к шишки большие посмотри он какие большие шишки смотри максим просто огромные подъел к все время так пахнет хорошо елка огромная просто смотри какие шишки большие вон видишь какие у сосны маленькие шишки вот там дебри там медведь на живет под елкой боишься медведя ну пошли тогда дальше раз ты его боишься на скажи елочка пока пока и мы пойдем дальше гулять вот тут у нас сразу лесочек тут тоже есть грибы сыроежки очень-очень много здесь черники вот там тоже живет до хороший лиц в принципе такой вот черники очень много здесь грибы в основном сыроежки попадаются подосиновики всякие очень редко конечно бывает еще какие-то всякие они очень-то сильно в грибах это медведь такой страшный он сейчас тебя испугается сам убежит ты так рычишь прям иду что такой лес захотелось не знаю грибы есть уже дождик прошел вроде тепло кто-нибудь собирал грибочки уже по грибы кто-нибудь ходил у нас тут недалеко есть такие грибные места но к нам в основном едут больше за черникой черника вот брусничка уже скоро пах тоже поспеет собирать у нас тут рядом то были эти болота голубика черника брусника это вот все все наше здесь богатство грибы конечно тоже есть нет вон туда пойдем о сорок какая полетела много у нас все тоже заброшенных домов не приезжают люди аккуратно там камни максим не вот дома стоят все заколоченные вот тоже смотрите видите вот заброшенный дом заброшенный участок очень быстро все зарастает мама на работу поехал максим а мы с тобой пойдем мячик сейчас возьмем будем играть футбол футбол будем играть пошли вон она киса видишь как быстро бегает быстрее тебя чего спряталась опять это на тебя спряталась максим пошли все ну не ходи туда пошел там крапива сейчас будет коль-коль ножки потом будешь плакать пойдем сейчас она нас догонит сама сама догонит конечно она же тоже домой идет кушать наверное опять очередной раз ням 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 да ням ням боня давай 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 мелкими перебежками птичку птичку она птичку ловит от ее спугнул добычу максим ну ты есть добычу спугнул пошли мяу пошли мяу боня 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 давай вылезай вылезай из под забора чужого пойдем домой так пошли искать мячик на штабу будем играть бабушка футбол футбол бабушка прирожденная пили это пили я просто пам да только его надо найти сначала этот пам куда ты его вчера делал-то пам этот давай посмотрим есть тут он нет а вон он мячик вижу пошли баба нашла мячик пошли вон он там опа 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 оп бери мячик пойдем играть на дорожку там с ним дела конечно в огороде никак и не поделаешь это только сейчас я вот его в обед ложу спать и тогда займусь какими-нибудь огородными делами с ним это невозможно с ним давай выходи с ним давай бросай тетя не пойдем попозже пойдем ножкой давай футбол и опа опа ну теперь и горячий нам на полчаса бабушка сейчас все 33 калорий свои сбросит давай ну поймаю давай бросай опа молодец оп ну вот сейчас займемся с ним футбольными делами ручками понимать колючая роза бабушка будет понимать а интересно значит бабушке колоться можно да давай сам попробуй аккуратно ручками бери его аккуратненько тихонечко вон давай внимая вынимай вола давай давай еще тихонечко аккуратно вот все молодец хочешь вон туда кидая молодец Муравьишки не могут поймать твой мячик. Смотри, какой мячик большой, а какие они маленькие. О, смотри, какие маленькие муравьишки. Маленькие-маленькие муравьишки. Домик себе строят. Зачем ты вот сейчас дом раздавишь им мячиком? Забирай быстрее. Где они будут жить потом? Давай, играй. Хорошо, когда есть на даче огромная песочница. Вот ребенку раздоли к нам, тут и дети приходят, соседки играть все время. Кого ищешь ты, кису? А вон они твои эти формочки, Максим. Вот, вот, вот и лежат. Видишь, в песочке, вон. Вытащи их оттуда. Вот они. Вон, зайчик там есть. Бери зайчика. Давай, делай зайчик тогда. Ну, вот, сейчас еще тут полчасика здесь поиграем. Полчасика так поиграем. Время до обеда пройдет. Ну, давай, вынимай, вынимай его. Ну, вот, поиграем сейчас с ним в песочке немножечко. Башню построим, домик построим, да, Максим? Вон, машина у тебя есть там. Хорошо, песочек сырой. А то, когда была сушь, нам приходилось тут его поливать. Потому что все было сухо-сухо. И песок у нас не строился, не лепился. Все же начинают нервничать сразу. А тут прекрасно все сейчас делается. Вот так вот с внуком наигрались, набегался он, пообедал. Слава богу, спокойно улегся спать. И теперь я вот хожу тут и думаю, у меня сейчас два часа. И думаю, что вы мне за эти два часа? Честно говоря, не знаю даже что. Для меня тут, в принципе, сейчас первично. Наверное, займусь вот этими вот зарослями вот здесь теперь непонятно что. А на самом деле, собственно говоря, здесь росла вот эта клубника моя, которую я сажала. И она уже дает усы, и надо эту всю плантацию разобрать. Вот этим, наверное, я сейчас и займусь. Ну вот, совсем другое дело. Теперь хоть похоже, что это грядка с клубникой. Это вот сорта, которую я сажала в фрего, открытой корневой системой. Ну, ягод тут вообще практически не было. Но, слава богу, они начали вот сейчас уже давать усы. И я буду их укоренять, чтобы потом вот где-нибудь там выберу какую-нибудь территорию. Территория большая. Выберу и буду уже сажать усы осенью. Делаю большие грядки уже там. Как получится, в общем-то. Так, ну, с этой клубникой, с грядочкой разделались. Отлично. Так, что еще тут можно успеть? У меня еще где-то часик приблизительный есть. Так, ну, можно вот пасынги у томата, наверное, обрезать. Их тут не так много, я успею, да? Немножечко вот здесь прорыхлим перчик. Здесь у нас что? Здесь у нас заросли. На это надо много времени. Ну, можно еще вот эту грядочку как-то облагородить. Ну, что ж, приступаем. Так, чувствую, сейчас у нас собирается дождик, который сорвет мне все мои планы. Ну, вот перчики я, конечно, успела обработать. Здесь прорыхлила. Ну, вот, видимо, до томатов не дойду. Ну, потому что дождь уже накрапывает потихонечку. А я зацепилась тут, взяла ножницы в руки уже томаты обстригать. Я, естественно, зацепилась, посмотрела, увидела какие-то уже опять очередные отсветшие у меня тут питуньки. И вот хочу показать, как реанимировались питуньи. Вот это синее, если вы посмотрите там на видео, это вообще были вот висящие, я не знаю, даже вот такие тряпочки уже полузасохшие. Вот она какая теперь, видите. Ну, буквально вот, ну, сегодня третий день. Орхид мист вообще вся пришла в себя, как будто бы ничего и не было. Бургунди тоже приходит в себя. Ну, опера, конечно, тут немножечко подвяли, тоже вот особенно белая. Синяя лучше всего это все выдержала. Ну, и вот эти уже сейчас все я их обработала, обрезала. Какие кардинальные, какие не очень. Так что вот, питунечки, питунечки мои, потихоньку, потихонечку все сейчас придет. Вообще присцела, красотка. Красоточка. Ну, немножечко начала хлорозить. Сейчас, моя родная, я тебе помогу справиться с этой проблемкой. Нет, ты у меня красавица. Это вегетативная питунья. Покупала я ее черенок. И вот такая-то красавица. Обязательно постараюсь себе оставить череночек. Так что вот, пока я иду сейчас прятаться от дождя, а с питуньями все нормально. И вчера еще я вот кардинально тут обрезала томаты. Ну, я понимаю, что для них это, конечно, жуткий стресс и все такое. Но по-другому никак было, нельзя, потому что было вообще заросли. И идут постоянные дожди. И я уже боялась хитофоры. Вот сейчас ветер опять, я говорю, поднимается сильный моросить. Уже начинает дождичек. И я хоть проредила их, у меня хоть видно, что у меня теперь есть. Томаты. Это вот малиновый закат сады России. Вот. Здесь все немножечко похуже. Более так все, конечно, больше заросло. Но тоже томатики вот там уже есть, завязываются. Что касается баклажан, которые у меня тут вообще, вот они теперь все, я не знаю, будут тут баклажаны, не будут. В общем, есть, конечно, вот там завязи у них. Ну, вот. Но, не знаю, тут в таком темно. Я уже обстригала, обстригала, обстригала. Но уже обстригать дальше уже некуда. Огурчики тоже здесь полила. Пошли расти. Растут. Огурчики есть. Ну, вот все потихонечку. Теперь наверстываю после двухнедельного отдыха. А вот на улице тоже огурчики есть. Вон они. Растут. В принципе, неплохо они растут. Тут я даже не стала в этом году их никак. Я обычно их... Вот немножко надо подкармливать. Что-то им не хватает. Их обычно так вот вверх подвязываю. В этом году ничего не буду делать. Вот будут расти у меня вот здесь вот на грядке. Вот как растут, так и будут расти. Как говорится, полезут сейчас на укроп. Ну, пусть лезут. Это какие-то сорта именно для грунта. Поэтому пусть растут уже здесь. Так, томаты. Ну, все. Теперь это до завтра, наверное. Сейчас уже внука будить пойду. С вами уже ничего не успею сделать. Так что уже все. Ну, вот. Конечно, с детьми, с внуками маленькими успеть что-то сделать очень сложно. Ну, реально, если все потихонечку, грамотно все распределить. А на улице у них, кстати, достаточно тепло. 25 градусов. Сейчас вот пасмурно. Ну, в принципе, сегодня была неплохая погода. Вот. Так что всем отличных урожаев. Все получится, если захотеть. У нас вообще все реально в жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо.